Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перевод стихами Очень простой текст Веды не опровергаются Но мы принимаем необходимые вещи Согласно нашему уровню развития Субтитры создавал DimaTorzok К одной цели Субтитры создавал DimaTorzok 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 При этом Эта привязанность материальная Продиктована страхом Потерять счастье То, которое есть Человек дорожит на самом деле Тем, что имеет, хотя не счастлив Он дорожит этим Потому что боится потерять то, что есть И ищет человек пути без потерь Могу ли я обрести что-то Больше не потеряв то, что имею Это беспокоит сильно Риск Я могу потерять то, что есть Если я встану на какой-то еще путь Более возвышенный То я же тогда могу потерять то, что есть А достигну ли я Высокого уровня, я не знаю Гарантий нет Я сам ответственный за свой выбор И Кришна Бхага Вагите говорит, что Потерь нет на этом пути, на духовном Никто ничего не потеряет То, чему служит маленький водоем Можно исполнить при помощи большого водоем Что же можно потерять Если мы обретаем нечто большее И что же то за большее Мы говорим, ноу, святое имя Если мы обретем, чистое воспевание Будет все Так познаем Кришну В отношении с ним При помощи Одного этого звука Можно перенестись на голову Он говорит, да Лицом к лицу с Кришной встретиться Можно Это все, конечно Словно все И это чистое имя Оно исходит из чистого сердца преданного Такое чистое имя Не то, что есть Кришна чистый, Кришна не чистый Нет такого понятия для Кришны Он чистый всегда Но мы говорим о разных уровнях преданных Которые по-разному воспевают святое имя По-разному относятся к нему Есть оскорбительное воспевание Есть очистительное И есть чистое воспевание То есть есть исполнитель Есть слуга Есть свершенные слуги Есть несовершенные слуги Есть, которые себя слугами даже не считают Люди тоже могут воспевать как-то святое имя И человек, воспевающий святое имя Думает Вот Если я привяжусь к Кришне Согласно этому стиху То я Получу освобождение Обычно так у нас люди Человек Пережись к святому имени Но здесь говорится в этом стихе нечто другое Вот тут нужен разум Необходим разум Должны привязаться к чистому времени Вот Вот это уже настоящее что-то Вот это выгод реально Это то, что для нас совершенно доступно И Кришна совершенно не доступен С другой точки зрения Итак, мы пользуемся доступными методами Которые открыты прямо перед нами Непосредственно перед нами находятся Как Кришна непосредственно перед нами присутствует Это то, что важно Нигде там на головах перед нами Он присутствует Там в твоей бисве Иногда мы слышим отеливы И впечатляет Действительно Но также Кришна проявляется непосредственно перед каждым человеком В отличную форму Это и есть Сознание И особенно он проявляется через своих преданов Поэтому если Если мы сможем оценить Общество Кришна У нас есть все шансы Обрести освобождение Здесь есть комментарии Комментарии Открывает перед нами врата Освобождение От привязанности невозможно избавиться Нужно просто сменить ее объект Привязанность к материальному называют Материальным Сознанием Но привязанность к Кришне Или его преданному Сознанием Кришны Таким образом В основе привязанности лежит Сознание В этом стихе ясно сказано Что очистив свое сознание И превратив его из материального сознания В сознание Кришны Мы обретем освобождение Несмотря на призывы избавиться от привязанности Живое существо не способно полностью Освободиться от всех желаний Привязанность заложена в природе живого существа Можно видеть Как один одинокий Или бездетный Люди заводят собаку Или кошку И привязываются к ним Это доказывает Что полностью избавиться От привязанности невозможно Вместо того Чтобы пытаться освободиться от них Следует найти такое Применение этой нашей склонности Которая даст нам возможность Влечь из нее благо Привязанность к материальным вещам Обрекает нас на обусловленное существование Но когда мы развиваем такую же Привязанность к Верховной Личности Бога Или к преданному Господу Это приводит к освобождению Огромная сила в привязанности заключается Это происходит автоматически Поскольку есть сознание Это и взаимодействие сознания Мы Не знаем, что из этого получится Это происходит помимо нашей воли Кошка или собака Можно привязаться к живому существу Очень сильно К любому живому существу Можно привязаться Может быть к змее нельзя привязаться Не знаю Есть конечно Свои ограничения Но вообще К любому живому существу Можно привязаться Очень сильно Очень сильно Люди привязывают к собакам Очень сильно Очень глубокие отношения Завязываются с животными Некоторых людей Которых изучают Общаются с ними Обмениваются любовью Человеческое животное Это чувствуют Отвечают Полностью Предается человеку Полностью Собакам Это впечатляет И обычно Эта трагедия заканчивается Собака Не человек Собака живет меньше И так далее Всегда какие-то проблемы У кого есть Животные Переживания Есть даже рассказы Белый Бим Черное ухо Помню Плакал Весь Союз От этого фильма Бин Несчастный Кагит Это была Тагедия Там Тихонов играет Троль главный С этой собакой Люди Влюбились с собак После этого Нет Первый фильм был Джуль Барс Камье Джуль Барс По-моему так назывался Про собаку Пограничника Вот После этого Влюбились с собак Потом еще какой-то Был фильм Про собаку Потом Белый Бим Черное ухо И Махараджа Бхарата Влюбился в олененках Не было собаки У него Но у него был олен И тот же самый был результат Почему так происходит Потому что есть душа И у оленя И у собаки И у человека Есть душа Есть нечто общее Они могут чувствовать любовь И могут понимать друг друга Потому что есть сознание И даже если оно не развито Какое-то сознание Оно все равно взаимодействует Невольно Если даже не развито Дети Привязаны к родителям Невольным образом А они не знают Откуда это привязанность Спросите у них Откуда у тебя привязанность к родителям У тебя было много родителей В прошлой жизни Ему не нужен Этот ответ Он не интересует Этот ответ Он не интересует Нет, нет Причем не с прошлой родителям Вот мы Он ничего другого не знает Привязаны на счастье Ничего другого не знают У меня уже все есть Вот есть родители И В этом мире Любая привязанность Будет разорвана Любая привязанность Поэтому Веды говорят Не культивируйте привязанности Но Исполняйте долг Эти привязанности Должны Помочь нам Побудить нас Исполнить свой долг И освободиться От привязанности Обрести Сознание Кришны Означает Привязанность Кришны То есть Мы можем Использовать эти привязанности И та же самая Привязанность Та же самая Тенденция Но к Кришне Через общение с преданными Интересно Что к преданным Мы фактически не привязаны С материальной точки зрения Это странное очень явление Любим быть вместе Перед Киртаном Заниматься служением Если кто-то заболел Мы быстро забываем Что-то коснется материально Или в мае Кто-то ушел Мы сразу забываем То есть Преданность связывает Только Кришна Если нас рассмотреть С какими привязанностями Сюда пришли С каким прошлым Мы пришли В сознание Кришны То между нами Нет ничего общего Большинства С социальной точки зрения Мы все разные С возрастной точки зрения Разные С национальной точки зрения Разные В такой комбинации Если люди Не собираются Что-то вместе делать Если им не платят Деньги Нас связывает Святого имя Привязанность Кришной Таким образом Между нами Вырастает Духовная Привязанность Очень экстенциальный момент И вот Как ее культивировать Это процесс сознания Кришны Как эту культивировать Привязанность так Чтобы мы могли достичь Освобождение Это не мирская дружба Между преданными Это не мирская деятельность Между преданными Это нечто иное Что описывается здесь Это деятельность ведущая Освобождение В данном стихе Господь Капила Призывает нас Развить в себе Привязанность К преданному Который достиг Самоосознания К садху Но Кто такой садху Это не просто Человек В шафрановых одеждах Или Старий С длинной бородой В Бхагава Длите говорится Что садху Это тот Кто Безраздельно Посвятил себя Преданному служению Даже того Кто не очень строго Придерживается Правил И предписаний Преданного служения Но обладает Непоколебимой верой В Кришну Верховную личность Бога Тоже следует Садху То есть Кто не очень строго Придерживается Правил предписаний И преданного служения Но обладает Непоколебимой верой В Кришну Верховную личность Бога Тоже следует Садху 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 Они тоже Садху Хотя могут делать Не очень правильные вещи Их тоже нужно принять Садху Идущим путем Освобождения То есть Тоже принимается В расчет Внутреннее настроение Преданного Есть Привычка То есть Есть Предные Которые Не хотят Вернуться В этой жизни Хорошо Сознание Кришны здесь А есть еще Просто Привычка Если человек Хочет предаться Кришне У него есть Дурные Привычки Вот Это Он хочет Он искренне В сердце Он имеет этот мотив Но у него еще есть Дурные Привычки Дурной характер С которым он не знает Как справиться Нет опыта Как эти гуны преодолеть Он связан Но в сердце он искренне Желает и пытается Что-то делать Вот к этому моменту Это относится Садху Садху К большинству из нас Относится этот момент Что мы пытаемся Чисто служить Кришне Но у нас также есть Привычки Обусловленность Пока мы не знаем Как это преодолеть Мы просто пытаемся Служим дальше Боремся И с завистью И с жадностью И с вожделением Внутри эти пороки Очень сильные И иногда Они вызывают у нас Раздражение К мелчам Или к кому-то Иногда нам трудно терпеть Практику сознания Кришны По этой причине Начинаем критиковать Кого-то Разбираться Серьезно С каким-то человеком Который нас беспокоит Хотя Это в наши обязанности Не входит Просто потому Что я раздражен И он мне не нравится На самом деле Я просто не могу контролировать Сулу У меня просто много дурных Привычек Но если человек Искренне должен признать это Он должен признать это На основании знаний Что препятствий Для него не существует Святое имя у него есть Курупарампара есть Симадбхагава там есть Гита есть Что нужно еще Что-то нужно еще Прасад Прасад тоже есть И старший Вайшнава есть И очень старший Вайшнава есть И Прабхупада есть И Бхатистан Сарасвати тоже есть Все остается на своих местах И Господь читает Присутствует На Киртанов Но нас из-за дурных привычек Беспокоят Какие-то материальные обстоятельства Постоянно И вот И искренне предан Должен осознать этот момент Чтобы пойти дальше Осознать Что все необходимое Для духовной практики есть Я должен потерпеть Свои анархии Не чужие анархии Как терпеть Имею ввиду кого-то Нет Как терпеть Себя Молчится Свои анархии Для этого нужно стремиться К самоосознанию За этими анархами Есть Дух Вот я пытаюсь Познать этот Дух За пределами анархии Себя то есть И это очень-очень важный момент Познать себя Оснополагающий момент Если я погружен в анархии Думаю это и есть самоосознание Изучая свои анархии То я буду Непримирим К недостаткам Других людей Так и буду смотреть На других Но если я попытаюсь Познать эту Дух Чистичку Себя Связанную с Кришной Вечными узами Это даст не силы Выдержать Вытерпеть И это такое Что называется Садурпэвасаматху Считайте его садхой Он на самом деле Терпелив Титикшива Каруника Он на самом деле Сострадательный становится Аджата Шатрава Шанта Он не имеет врагов Он умиротворен Каждое живое существо Так же Сейчас забыл строчку Но сердечный друг всех живых существ Так же Сухрид 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 Харабудсан Сарва Дехинаматху Всех воплощенных живого существа Он на самом деле Всех воплощенных Сухридамы along Дехинам Велого дева Всех воплощенных Вот это украшение Рыпают Один цветок В лесу распускается И лес Все красиво Вот такое прямо Появляется Прекрасное Сознание Кришны поэтому остаемся в обществе потому что есть кто-то садху какой-то садху есть и с другой стороны один турнов ученик может испортить все движение может вредить один плохой ученик может испортить и то и другое описывает и так стать садху не означает что мы можем всего строго следовать нет делиться можем еще не всего строго следовать но настрой есть искренний и это также садху признает свои недостатки он терпелив он велосерден он дружно ко всем расположен вот уже это саду это украшение саду никогда не сворачивать с пути преданного служения это другой пример в данном стихе сказано что если человек желает осознать браман то есть достичь духовного совершенства он должен перенести свою привязанность на саду преданного о том же говорит господь читания даже коротковременное общение садху открывает перед человеком путь к совершенству ну тут очень коротко не только в буквально мгновение общение с чистым вредом сарва-ситтихай и все совершенства человек полигает саду санга саду санга и все шасты утверждают как важна саду санга лава-матра саду санга садху санга сары тихая это все совершенства человек поучительное таки в нашем движении очень много садху искренне хочет в этой борьбе с майей они продолжают служить кришну иногда они терпят позор в обществе но что-то дурное делают пятно ложится на репутацию иногда кто-то безупречно действует так кажется успешно проповедует помогать другим к слову устойчивое сознание кришны на садху кто-то славу испытывает поддержку кто-то позор испытывает но кришну дите говорит ни то ни другое если кто-то оступился и пятно любло на его репутацию мы должны посмотреть вглубь его сердца и признать что он остается садху кришна этого не смотрит прославленный человек или опорочен в этом мире так случилось что позор придется перенести но он остается садху удивительная философия сознания кришны то есть нам не нужно притворяться прятанными или бороду утрачивать длинные одежды на сей гости чтобы садху стать нам нужно просто развить свое сознание кришну в недвольственности позор ли это позор будет заслуженный или не заслуженный мир так устроен критикует господа кришну господа читания господа мачану критиковал прачка нас тоже все критикуют ну не все но кто-то все каждый кого-то критикует и есть и слава и бесславие они будут вместе и успех и поражение всегда будут сопутствовать нашей жизни сколько мы сделали успешные вещи сколько не успешных наверное наравне будет может больше даже не успешных вещей но что считать успехом вот мы собрались на класс бхагавата ну это же успех но мы не считаем это наша обычная сада это успех человек может попасть на класс бхагавата и стать преданным это большой успех его жизнь и сказать это огромный успех я попал в такое общество и услышал такое моя жизнь изменилась но мы привыкли мы каждый день слушаем бхагаватам или через день кто-то раз в год прибудет на самом деле успех выйти на бхагавата это самая успешная деятельность но что касается материальных достижений мы имеем тоже много неудач в строительстве проектов каких-то может быть имеем свои удачи и тоже свою репутацию искон общество имеет невысокую репутацию если вы скажете что из искон с Харе Кришной никто с вами вообще общаться не захочет позор на нашу голову убег и удача и на фестиваль тем не менее приходят люди не смотрят на что это Харе Кришна и позор Харе Кришна они придут на фестиваль все равно за просадом придут и странное у нас какое-то странное движение одновременно то и другое в одном месте как это говорится чатни острые и сладкие одновременно пробовали настолько острое что невозможно есть но настолько сладкое что невозможно отказаться успех не успех удача неудача где тебе говорится нужно равно к этому относиться вы можете кого-то унизить за его плохое поведение сказать об этом ты низменно действуешь унижаете человека потому что вы говорите это правда говорите если вы еще полномоченный вы можете выговор ему хороший сделать позор тебе позор тебе ты позори свою гуру ты позоришь движение вот так вот так но если вы видите что человек при этом При этом все, что такой позор на его голову продолжает преданное служение Очень быстро Кришна устранит из наших умов все эти отношения Кришна защитит такого времени И я считаю его садху в сердце В сердце он раскаивается, в сердце он честный, внутри он чист А внешний да, пусть испытается Этот человек преодолеет все препятствия, если он в сердце чист Но пройдет через эти препятствия и не заметит их Да, иногда трудно переживать удовольствие на практике Поскольку есть чувства, есть отношения, есть социальные какие-то условности Все это есть в нашей жизни, мы не имитируем сознание Кришны И мы можем пережить по-настоящему все это Но пережить по-настоящему, не просто прочувствовать, а продолжать преданное служение Бандовые, они продолжали все преданное служение и в изгнании Когда их преследовали И когда проигрывали в кости, а дхармы не отклонились И на поле битвы, когда сражение престояло, и они плакали в сердце, что придется столько уничтожить людей и близких Они продолжали выполнить волю Кришны Но что сказал Пхишмой перед уходом? Он не сказал им, что дурет она во всем виноват Нет, Пхишма был махаджан Он был без пристрастия Он не занимал ничего здорового на самом деле Приступал свой долг перед Кришной, делал то же самое Божьим он служил врагам пандавов Он был великим преданным преданным Кришна говорит, садурай, васаманта, я Это был чистый преданный И он сказал об этом Что все эти проблемы прошли, пандавы Еще и потому, что не могли сдержать свои страстей Не только дурет Мы вместе так взаимодействовали Но он же демон Ну да Но это не означает, что не должен католизмить свои чувства Но он же плохой Но не значит, что должно становиться таким же Ты должен продолжать свое преданное служение И иногда мы ведем эту провокацию Майя провоцирует С плохими людьми начинаем плохо себя вести В этот момент мы портим репутацию Но если мы при этом продолжаем Соспорственно репутацию Соспорственно репутацию Соспорственность кришна Как все равно Все в порядке Мы говорим Почему об этом Потому что мы живем в обществе В искон Искон это общество Здесь тоже есть понятие такое Как репутация Она очень важна Для проповедей Если у нас не будет репутации Кто нас будет слушать? Нужно быть настоящей репутацией Не просто слава Известность Если кто-то хороший оратор Да пусть умеет говорить Может быть слава Известность Но репутация настоящая Когда человек проходит Через эти испытания Истает слышно И только в конце Можно сказать От человека С этой точки зрения Кто он был на самом деле Насколько он был предан Каждый день На момент времени Трудно утверждать Кто преданный Кто непреданный Но когда человек Проживает свою жизнь До конца Только тогда Можно сделать Вывод Как ушел Пхишма Тут можно сделать Уже окончательный вывод Кто это был О чем он говорил Уже в последний Свой час О чем он думал В последний Свой час Пхишму критиковал Дараупади Другие Почему же Пхишма Не защитил От позора Дараупади И как вообще Дараупади Могло быть так Опозорен Быть проигран В кости Ну Кришна присутствует При всех этих событиях В видимой форме Невидимой форме По-разному Если Если мы Остаемся предными Несмотря на наше Несовершенство Кришному присутствию В форме Святого имени Мы не потеряем Вкус К Святому имени Наверное Это и есть Тот самый критерий Садху Что бы ни было Он продолжает Воспевать Святое имя Это и есть Садху Нам нужно Учиться Не так Что если что-то Мне не получается Я не хочу Больше Воспевать Свои имена Не хочу Больше На меня Блохо Смотрят Майя Жестко действует Видите Она может Нас просто Устранить Ревнивая служанка Кришны Так ее называют Она может сделать Так что нам больше Здесь не понравится Никогда В этой жизни А может Отойти в сторону И мы скажем Тут же экстаз Не переживай Тут столько Сознания Кришны Каждый день Божий Настолько Настолько Что уже Мы Оглянились И привыкли Свои имена Привязанность В материальной Привязанности В сердце Избавиться От их Оскоряющего Влияния И прогрессировать Преданным Служением Господу Здесь описывается Как нужно Общаться Садху Если мы хотим Освобождение Мотив Причина Почему Общаться К садху Многие люди Ходят в паломничество Сейчас все больше Становится Популярно Явление Повсюду Места Заполнены Светы Места Где-то Были Недавно В Узбекистане Приезжали Некто Светы Места Сюда Сейчас Как никогда Наверное Потоки Людей Идут В храмы В мечети Саватки Гробницы Сыпальницы Святых Личностей Повреждавни Сейчас просто Потоки Круглый год Моя Пуш Повсюду Весь мир Поднимается Духовно Но Также Мы видим Что Многие Приходят Именно С материальными Какими-то Желаниями Не то Что это Путь освобождения Это называется Благородные Души Они все-таки Обращаются К Богу Но Вряд ли Так можно Обрести Освобождение То есть Получить Право Увидеть Бога Получить Право Приблизиться К Нему Непосредственно Непосредственно Так как Оно и должно Быть Что я Есть его Частичка Неотъемлемая Очень близко Самая близко Неотъемлемая Частичка Это нельзя Как-то Разорвать Проигнорировать И что же Между этими Близкими Отношениями Какие-то Материальные Привязанности Желания И тогда Как бы Бог Ну Далек От меня Где-то Есть он Конечно же Иногда Я его чувствую В местах Паломничества Иногда Я чувствую Когда Вижу Сад Таких Чистых Отреченных От материального Привязанных Уже К Кришне К Атхея К Вспеваем Святого имени Посвятишь свою жизнь Служению Воспеванию Я чувствую Присутствие Бога Но мне нужно Как-то Свою материальную Жизнь наладить В моем Понимании Если я не налажу Свою материальную Жизнь Как же Могу Служить Кришне Я так понимаю Как я связан Мое сознание Связано Я думаю Что это невозможно Делать Если у меня не будет Какие-то материально Хорошие условия Нужные для меня Поэтому я прошу Саду Благословить меня На хороший брак Может быть Может быть Для того Чтобы Какой-то проект Сейчас начал Может быть Чтобы не провалился Благословить меня Чтобы этот проект Не потерять Деньги И вложил столько Пол жизни туда Саду Саду Помолите мне Помолите Дайте мне благословение Чтобы деньги Не потерять Дайте мне благословение Чтобы я не умер Раньше Боюсь я Могу умереть Такое чувство Всякие есть Страхи Беспокойства И с этим беспокойством Мы идем к садху Беспокоить мир Мир Кунхи Мир беспокойств И садха Убегает от нас А мы ищем Где же садху Мне нужен садху Понимаете У меня ребенка нет А садху убегает Прячется Чтобы повторять Харик Лишну Иногда так бывает Что они просто устают Уже от таких вещей Здесь говорится Что извлечь Полное благо Конечно же Нужно желать Духовного Садха Означает Духовный Нужно Развить Какие-то Духовные Желания Собственно И есть Главная Причина Общения садху Через Общение С ними Очень быстро Развиваются Духовные Желания И привязанности Духовные Это Путь Освобождения Как Прападе В поезде Подошел Человек В Индии Индус Какой-то Хрома Умна Нагуб Не стал На хинде Разговаривать С прападой Оживленно Прапада Тоже Оживленно Что-то Отвечал И Какой-то Как будто Спор Появился Ручники Слышали Что Как бы Они Спорят Иногда Перебивают Друг друга И Человек Ушел Был Как бы Не очень Доволен И Поэтому Конечно Все Интересовали О чем Они Говорили Прапад Что За Человек Котор С вами Сейчас Спорил Не очень Доволен Ушел Прапад Развивался Ашиват Хотел Большинство Людей Приходит К Чтобы Получить Ашиват А что Такое Ашиват Мы Не знаем Ашиват Значит Благословение Нога Болит Дай Тебе Боже Что Не Бою Нога Или Голова Это Ашиват Что Что То Материальное Такое Асатру Не Дает Материальное Благословение Это Нужно Ити К Мистикам К Йогам Каким Которые Могут Вылечить Ногу Но Они Не Могут Развить Сознание Кришны Но Какие-то Чудеса Трюки Могут Делать Материальные И Пропускал Никаких Ашиват Если Хочешь Благословение Повторя Харик Кришна Я Харик Кришна Не Нужно Нога Болит Я Нужно Сначала Ногу Улечить Потом Харик Кришна Могут Повторя Вот Так Человек Обманывает Себя Других Майя Так Действует Через Такой Человек Он Сам Обман И Сам Наход И Обманывает Других Так Будут Думать Что Как Только Нога Поправится Я Стану Чистым Преданным Какой Чистый Преданным С одной Ногой Скажите Кто Меня Вообще Оцелит С одной Ногой Никто Меня Даже Не Посмотрит Если У меня Две Ноги Одену Длинная Одежда Трущу Гору Не Могут Подумать Всегда Всегда В у меня Возникают Такие Иллюзии Картинки О себе Самом Как Это Я Садху Представляю Я Представляю Я Садху Я Вижу Себя Величественной Ночью Внешне Толпы Толпы Народа Вокруг Все Клавливаются А Я Экстаз Излучаю Во Все Сто Мест Мне Какое Воображение Нужно Иметь Как Это Я Садху Это Иллюзия Это Просто Иллюзия Не Так Конечно Происходит Воображение Не Поможет В Этому Плани Но Садху Человек Становится Когда Станется Реалистичным И Думает Я Никогда Не Стану Садху Один Предный Был Из Ниши Касты Но Он Был Очень Чистым Сердцем Был Чистым Презанным Читаем 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 Записываются История А Другой Преданный Он Имел Страсть Доедать Остатки Пищи От Люди И Ради Это Все Устраивало Он Устраивал Пиры Он Их Кормил До Отвала Так Чтобы Остал Смотрел Их Много Он Понимал Что Никакие Садху Не Позволят Ему Доедать Садхи Пищи Он Очень Хитро Поехали Очень Разумный Он Укал Много Пищи Просады И Когда Предный Говорит Больше Не Можем Ничего Страшного Я Просто Можешь Все Убросить Там И Они Убрасывали В яму Достатки Пищи Блестяные Тарелки Все Теперь Уходите Можете Потом В эту Яму Садился Разворачивался И В экстазе Все Это Доедал Все Вылизывал Это Была Его Практика Духовная Садхи Только Об этом Он Думал Я Должен Очищаться 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 Я Не Садхи Кто Такой И Дошел До Того Что Он Перестал Понимать Различия Кастовой Вообще То есть Как Худ Тому И Увидел Этого Нискорожденного Преданного Подумал Боже Как Я Раньше Не Замечал А Чистое Сердце Сияющее Я Должен Съесть Что Нем Думал Днем И Ночью Съедешь Так Он Общался Садху Есть Разные Формы Общения Садхи Можно Слушать Шима Багава Можно И Слушать Шима Багава Можно И По Другому Как Это Делать Можно Два Способа Практиковать Он Пришел К нему И Сказал Что Я Мол Хочу Отведать Пахам Рассада Твоим Остат Он Сказал Почему Ты Хочешь Обосновать Шасты Ты Брамат Вот Я Шудра Ты Брамат Как Обосновно Шасты Что Брамат Доедает После Шудра Пищу Где Ты Вычитал Нет Я Читал Нет Вашнам Он Выше Брама Он Уже Не Описывается Как Шудра Вне Всех Объявлений Материальных Вашнав Транцидент Стал Описывать Славу Вашнав Привидишь Штоки Это Совершенно Прав Но Где Ты Ты Видишь Вашнав Я Конечно Практикую Я Не Такой Вашнав Ты Такие Стихи Цитирую Это Не Про Меня Поэтому Как Я Могу Позволь Найди Чистого Ишнав И ешь Сколько Хочешь Я Чистого И вот Он Тогда Что-то Придумал Там Писывает Это Общение Садху Требует Немалого Разума Если Прийти К Садху Просто Наравне Ничего Не Услышим Если Прославить Садху Скаж Ко Мне Это Не Относится Так Как С ним Общаться Вообще И Так Плохо И Так Плохо Как Получить Милость Тут Секрет Есть Это Секретная Информация Вы Понимаете Но Для Витрида Можно Исключительно Для Витрида За Против Садху Раскроется Обязательно Раскроется При Тем Кто Интересуется Основанием Кришни Все Остальные Все Те Шивот Он Может Тоже Так Иногда Давать Так Как Это Вещи Но Не Раскрывается Суть В том Что Привязано Должно Быть Сердечное Это Возможно Не Общаться Садху По Каким Причинам Но И Когда Садху Открывается На Какую Степень Человек Предается Кришне По Какой Степени Кришна Открывается Как Через Садху Вот Именно Так Практически Только Так Может Продвить Не Так Что Я Предаюсь Чуть 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 Предался Чуть Чуть Сквозь Туман Уже Вижу Вот Уже Фред Нет 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 Это в свое время Произойдет Конечно Когда-то Но Произойдет Так Что Мы потом Жить Не захотим В материальном мире Здесь Кришна Проявляется Как Знание Сначала Как Качество Садху Как Вот Отношения Мы Начинаем Хотеть Этих Отношений Ведь Мы же Пришли В сознании Кришны Мы уже Не хотели Никаких Отношений Ни с кем Мы уже Устали От этой Жизни Мы Понимали Что Трудно Трудно И нам Нужно Эти отношения Восстанавливать Вкус Вообще К отношениям К личности К служению К любви Путь От эгоизма Очень Трудный Потому Что Там Столько Боли И Столько Ложных Представлений Это Боль Формирует Майаваду Отказ От любой Личности И Хорошо Кришне Больше Никому Я Уже Всего Насмотрелся Мне Нужен Только Кришна Нет Нам Нужно Научиться Восстанавливать Свои Отношения С Богом Правильно Нет Дружесное Отношение К преданным Это Как бы Залог Успеха Если Предные Дружесно Относят Друг Другу Занимаются Вместе Преданным Служением Вдохновляют Друг друга На преданное Служение Кришна Раскрывается Через Этих Предных Кажется Очень Простыми И Не Очень Значительными И Кришна Может Раскрываться Прямо Через Них Кришна Все Когда Доволен У него Нет Условленности Просто Он Доволен Или Недоволен Вот И Все Единственное Предназначение Любой Дхармы Мы вчера Читали Сам Ситхи Хари Тоши Нам Удали Дворить Верховного Господа Все Если Мы Сможем Сотрудничеством Служением Будут Ретворить Кришну Все Остальное Естественно Проявится Кришна Откроется В этом же Обществе Где мы Находимся В любой Ятри В любой Намахате Бхакти Врикши Не только С очень Возличными Вайшнами Потому что С возличными Вайшнами Не просто Общаться Близко Нужно Иметь Очень Чистый Интерес Кришне Очень Чистый Интерес Кришне Близко Общаться С Не может С ними Говорить Наверное Такие Темы Наши Какие-то Материальные Проблем Это Не их Интерес Хотя Помощь Получает Но Как выяснилось Многие Подводят Психологов Что Сам Скажет Повторят Кришну Все Я не знаю Психолог Он Точно Все Про Прошлую Жизнь Отношения С Старителями И Митом И так Далее Эти Самскары Но Да Есть Есть Это Наука Она тоже Помогает Но Все Все Через Эти Вещи Мы должны Прийти К общению Садху Чтобы Вместе Поставать Харикришну Вместе Служить Кришне Остальные Вещи Мы принимаем Как вспомогательные Они могут Быть Могут Не быть Ведь Придет Время Когда Они Уже Не понадобятся Нам Это Время Подходит С каждым Днем Когда Уже Не понадобится Человеку Ничего Кроме Харикришны И вот Тогда Мы скажем Боже мой Я же всю Жизнь Стрелял Садху Я всегда Думал О себе На самом деле Я не думал Об этой Миссии О том Что Имя Кришны Сам Кришна Это одно и то же И ничего Человеку Не нужно В итоге В итоге В итоге Если Нужно Все Посвятить Все Наши Привязанности Которые Есть Нужно Связать С Кришной Да Привязанных Дом Естественно Ну Пусть Садху Валет Мой дом Пусть Садху Валет Мой дом Что Он Сделает Моя Святит Этот дом Кто-то Принесет Кришну И заберет Материальный Привязанность Потом Останется На месте А Привязанность Садху Унесет Если Мы Что-то Имеем Мы Должны Знать Что Все Что Мы Имеем Приложит Пуру У нас Ничего Нет Квартира Ваша Не Ваша Квартира Ваш Какие Квартира Ты Не Был Что Вы Взяли То Что Вы Работали Бобры Тоже Работают Круглые Сутки Самый Работящий Народ Бобры Муравьи Работают Челы Работают Все Работают Микробы Тоже Работают Если Каждый Претендовать На то Что Он Сделал Что Останется А Мы Говорим Нет Это Все Прилежит Богу Не Бобрам И Не Муравьям Не Микробам Нам Принадлежит Всего Разумный Бог Ничего Нет То есть Это Сознание Кришны Да Но Я В служении В служении Дается Все Все Необходимое Даже Больше Необходимое Для Страховки Все Дает Все Все Есть Необходимое Чтобы Защитить Эту Душу Это Сознание Кришны Есть Машина Машина Гуру Принадлежит Тоже Не то Что Нужно Переписать На Егю Гуру Ни В коем Служении Не Делается Это Сознание Кришны Все Остается На Своих Местах Никаких Новшеств Не Нужно Вводить Кроме Одного Нужно Просто Осознать Кому Все Принадлежит То есть Мы Всегда Нужно Быть Готовы Занять Себя Свой Ум Свой Дом В служении Сад Это Я Все Принадлежит Кришне И Последнее Предложение Такой Результат Общения Садху Поэтому Капилла Муни В самом Начале Своих Наставлений Дивахути Подчеркивает Что Путь К Освобождению Начинается С Садхути 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 Какие вопросы Уже Спасибо Большое Вашу Ум Как Можно Обнаружить Дух За этими Натхами Какой процесс Жесткий Скажите А как Обнаружить Дух За этими Натхами Можно Можно Если Последовать Наставлению Бхага Вагиты Можно Делай Это От Сердца И Почувствуй Свят Кто Ты Свою Предатность Кришне Это Есть Ты Твоя Душа Это Может Произойти Время 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 Может Происходить Такая Сокровенная Связь Придатна С Кришной Но Может Проявиться Постоянно Так И Собственно Вопрос Об этом Больше Какие-то Моменты Счастья Своей Придатности Кришне Мы уже Имеем Воспевая Святые Имена Быстро Получаем Это По милости Господа Читание Но Утвердиться В этом Процессе Мы должны Сами Сами Это Наши Желания Утвердиться В этом Желании Служить Сердцем Цветок Это Предлог Плод Это Предлог Вода Это Предлог Конечно Ничего Не Нужен Он Ждет Это Сердце Вклад То Что Он Именно В сердце Находится Находится Где-то На внешнем Уровне Даже В божествах Проявляется Он Не Находится В Немножьем Находится В сердце И Если Мы В сердце Не Видим Мы Видим В Форме Божества И Мы Наблюдаем Как Красивы Божества Как Ими Благоухают Как Служат Как Поддержат Стандарты Частоты Это Помогает Нам Заглянуть В свое Сердце Потому что Красота Проникает Красота Кришна Проникает Всегда Когда же Вы Сами Изображаете Прекрасным Эта Красота Приняется В сердце От Кришны Вы Даже Себя Автором Считать Не Будете Вы Узнаете Кришну В том Образе Который Вы Сами Который Вы Сами Думаете В сердце Кришна 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 Тот Образ Вашего Сокровенного Желания Не Похоже Ни На Что Вот С этим Желанием Мы Хотим Служить Кришне С этим Желанием Которое Мы Принимаем Отца Вот Это И Есть То Есть Необходимо Багава Делать Чтобы Это Делать И Вот Мы Теперь Учимся Это Делать Как Газбочитание Избегал Майвади Потому Что Майвади Не Имеют Этой Средственной Привязанности Кришне Они Трансенаристы С холодным Сердцем С каменным Сердцем Закованным Железом Душа Закованных Железом И Они Могут Произносить Браман Парабраман Атма Они Говорят Такие Вещи Реализовано Очень Они Могут Скать Несколько Слов И Можем Ощутить Браман Но При этом Не Могут Произносить Имя Кришна Регавида Пустой Звук Получается Пустой Звук Получается А как Обрести Любовь К Личности К его Форме Если в этом Искаженном Мире Любая Личность Любая Форма Имеет Недостатки Ограничения Все Обусловлено И нет Такого Опыта Что-то Материальное Вообще Мы Сможем Увидеть Форму Кришны Не имею Ввиду Ничего Материального Сфера Ни Однознативной Форм Не имею Ввиду Можем Рассказать О его Деяниях О его Жених Но Как он Сражался С демнами Не имею Ввиду Никаких Материальных Аналогов Вообще То Что делает Кришна Никто Не делает Нельзя Эти вещи Сравнивать Невозможно И как же Это понять По травмам По шрамам По мам Таям Вот Просто Цветок Но это Не просто Цветок Кришна Это Любовь Цветок Завязывай Почему Это цветок Но ты Хочешь Так Я беру Для тебя Цветок И потом Ты настолько Милостив Что этот Цветок Я же Вдыхаю Этот аромат Собственно Ты дал Его мне На самом деле Да и мне Но сам Ты хотел Дать его мне Ты хотел Этого обмена Вот что Ты хотел Потому что Твоя природа Ты как корень Ты принимаешь И тут же Все отдаешь Так Очень важно Мне понять Через садху А как садху Делают Как же Они предлагают Кришне Через божества Через воспевание Они предлагают Свою любовь Кришне И когда Они воспевают Кажется Что Полу-боги Танцуют Естественно Все радуются И все Материальное Оно Ослабевает И стоит Беспокоить Египет говорит Поднимись Над этими гунами Останься Над гунами Низ Трагуня Поднимись Выше И там Останься Зафиксируйся Как Вот с этого уровня Освобождение Над гунами Материальной Природы Я могу Взять Просто Цветок И понимаю Что это Тоже Кришна Это просто Его милость Кришна Багавадгита Кришна Его слова Кришна И о том Цветке О котором Он говорит Это тоже Кришна Я частичка Кришны Все Святность Кришна Об этом Гитва Багавадгита Есть вещи Настоящие Они все Духовные Есть вещи Ненастоящие Все материальные Но вот Есть Настоящие Дыни В Ташкенте Если В Ташкенте То значит Только Настоящие Дыни В Карабашин Пророскак Он приехал В Москву Когда-то В гости Из Ташкента Приятно Для него Попили дыню Где-то на рынке Угостить его Ну то есть Дыня В Москве Это Редкая вещь Там Не растут Привозные Все Люди Ценят Ну они Ценят Арбузы И дыни Но не знают Какая попадется Дыня Но наугад Берут все равно Всегда Зеленый Зеленый Покупает Зарату Не подлежит Купили Какую-то Дыню И предложили Та же Карабашин За столом Вот Дыня На вас Он попробовал Абсолютно Невкуса Не сока Но они Посыпают Сахаром Редак И говорят Хорошая Дыня Но они Настоящие На самом На материальном Все Нужно Присыпать Нужно Сахар Должного Эго Чтобы Какой-то Вкус Да Это Вкус И не имеет Но если Я к этому Имею чувство Собственности Это имеет Вкус Вот и все Нет Никакого Вкуса Кроме Чувства Собственности Другого Вкуса Здесь нет Если Материальное Чувство Собственности Григорь Кришна Вот Твое Мое И что же Я принимаю Это Кришна Раз он Принимает А что Он не принимает Он принимает Сразу Ему Нечего Принимать Нечего Отдавать Фактически Вы Для себя Это Делаете Мгновенно Отмен Любовью Наступает Мгновенно Отмен Любовью Наступает Никаких Потерь Никаких Приобретений Вечно Не о чем Беспокоиться Выращиваются Огромные Поля Цветников Во вреда Воде На праздниках Уму непостижимо Сколько цветов Один день Используется Чтобы покрыть Все стены Храма Все стены Все поражаются Западные люди Ближают Фантастика Что все Светов Все цветы Как Лишни Сколько Вращивается А потом Все это Выбрасывается Куда Делаете Цвета Кришна Говорит С любовью Я принимаю И что же Принимаю Что же Он дает Столько Частье Столько Частье А с ребенком Как быть Ребенка тоже Кришне Отдать Можешь предлагать Тоже По утрам Ты предлагаешь Ты предлагаешь И он Видит Это Вот Так он Воспитывает Дети Все Видят Потом Подражает Есть Чувство Собственного Улыбка Поэтому Предлагаю И когда Немного Так Предложь Чтоб И исчезли С детьми Не беспокойтесь Придет Время Вот Когда только Ребенок Рождает Все Говорят Что делать Ребят Перевязался Уже Уже Перевязался Как Теперь Отвязаться Отдем Не надо Отвязаться Придет Время Кришна Это решает Кришна Сам Это решает Что Вы думаете Вы так Можете Сами Своиться Привязан Продолжайте Служение Вы увидите Как Это Естественно Обрат Это Станет Необходимостью В какой-то Мет Придет Не надо Делать Искусственные Придет Спасибо Спасибо Большое За лекцию Подскажите Пожалуйста Когда Ты занимаешься Служением Ты Взаимодействуешь С людьми Если Ты Получается Что Почти Всегда Происходят Какие-то Внутренние Оскорбления Особенно В уме Как Стараться Первые Поры Хотя бы Спустить Чтобы Чтобы Когда Общаешься С обычными людьми Нет Когда Ты Взаимодействуешь С вайшнавами И Общее У вас Служение Бывает Такое Что Что-то Несовершенным Образом Делается А Ты Совершенно Это Делаешь Вот Он Нет А Ты Начинаешь Оскорблять В уме Вот Как Вот Все Пытаюсь Шею Нужно Кто Несовершенный Действует Лучше Одному Остаться Но По Настоящему Сделать Самое Влегх Хорошее Решение И Будь Спокой Обычное Дело Обычный Опыт Материальный Ум Так Работает У всех Если Кто-то Что-то Делает Не так Как Я Я Безопас Что С ним Будет Дальше Он Сам Началь Он Планет За Парафор Как Тихо Рекомендует Общих Инициаций Если Он Не Принимает Моя Авторитет Здесь Необходимо Какие-то Знания Мы Изучаем Этикет Вячеснански Мы Слушаем Багаваты Мы Понимаем Что это Не очень Хорошо Может Что Магум Делает Может Быть Не Хорошо Конечно И Что Другое Делает Но Также Нехорошо И То Что Я Думаю Поэтому Терпим Терпим И Контролируем Язык Собственно Говоря Начинаем С контроля Языка Потому Человек Думает Ладно Ну Язык Контролируем Если Ты Говоришь Что Думай Что Ты Говоришь И Как Учись Простите Пожалуйста Просто Помнится Пример Вы Приводили Что Однажды Удачно Взаимодействуя Даже Собака Начала Приносить Воду То То Когда Получается Что Нужно Просто Довести До Терпимости Такой Что Автоматически Идеально Становится То Терпимость К этому Приводит Но А как Тогда Поправлять Воду Возможно Нет 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 Дети Говорится По-другому Дело Не в этом Дело В том Что Любой Долг Любой Долг Который Мы Ножли Выполнять Он Нас Сталкивает С двойственностью Неизбежно Любое Служение Означает Что Мы Впадаем В двойственность И Наша Зача Не Отдолго Отказаться Чтобы Освободиться Как Арджуна Знал Что Делать В двойственности Отказаться Вот Тогда Мы Освобождаемся От долга Тогда Совершая Своё Служение Ты не Думаешь Это Твой Долг И Не С Позиции Это Материальная Ответственность Расценишься А Позиции Преоданого Служения Ты Видишь Всё Иначе Для Того Кто Оплелся От Небольши Не Такого Понятия Как Долг Он Ничего Больше Не Должен Но Если Мы Хотим Освободиться От Долга У Нас Долг У Всех Кармический Долг Перед Многим Перед Мудрицами Болубогами Перед Родителем Перед Пред Землей Матерью У Нас Столько Всего Нам Нужно Освободиться От Двойственности Это Описано Бхага Водитель Но Это Руководство Вот Это И Сознание Кришны Выполняй Свой Долг Без Привязанности К плодам Труда Без Желания Приобретений И Без Сожаления Потеря Не Думай Результаты Результаты Тебе Не Принадлежат Мы Разражаемся Все Собственно Говоря Наши Статные Ведения На Почве Привязанности К плодам Деятельности Результат Результат Может быть Материальным Или Тонкоматериальным Это Успех Слава Как Это Прибыль Не знаю Это Материальные Вещи И Вот Кришна Служи Без Этих Мотивов Вот От Этого Нужно И Для Этого Нужен Процесс Практика Сознания Кришны И Вот Мы Сталкиваемся Практикуем И Начинаем Свою Долг Уже Сознание Кришны Мы Сталкиваемся С Вот То же Самое Что Арджуна Думал Так же Он Хотел Отказаться Как Внешне Избавиться Он Был Тоже Недоволен Ситуацией Какое Счастье Это Нам Принесет Если Мы Будем Сражаться Друг 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 Мы Тоже Сражаемся Друг 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 В каком Сынце Пока В материальном Мире Какое Счастье Это Принесет Если Мы Думаем Друг О Друг 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 А Кришна Думай О Мне Когда Ты Будешь Сражаться Думай О Мне В этом Секрет Так Ты Освобождаешься От Долга И Даже Убивая Ты Не Убиваешь Ты Не Создаешь Никакой Кармы Без Без Материальных Последствий Ты Снеш Инструментом С С С Другой С Другой Другой С Однажды Был Случай Когда Ваш Имя Один Саняси Побил Данды Одного Новичка При Прабхабаде Но Не в его Присутствии Но Непосредственно Но Жалоба Пошла И Выяснили Что Саняси Дерутся Данды А Этот Новичок Не Хотел Подниматься На Магаларате Тот Саняси К Приставил Ты Живешь Правда Обязанность Толкать Данды Было Хорошо С Синяками С Побой А Тот Предный Говорил Начинающий Что Даже Старший Предный Не встает Чего Ко Престаешь Даже Не все Сминясь Не встают На Гвардии Чего Ко Престаешь Конфликт Вышел И Прабхаб Разбирался В этой Ситуации Если Не Ощержался Он Живет В храме Видите Но Он Не Соблюдает Сад Порядок Дисциплина Он Должен Подниматься Магаларате Тебя Не должно Волновать Что Кто-то Понимается И не Понимается Магаларате Дальше Ты Комендант Храма А Как Тогда Руководитель Комендант Храма Кто-то Не Поднимается Магаларате Я Не могу Понять О чем Речь И Но Он Тоже Не Мог Понять Что Ж Мы Делали Но Прабхат Сказал Это Вопрос Воспитания Образования Ты Должен Выдумать Ты Должен Создать Такую Атмосферу Скорее Чем Применять Насилие Научить Действовать В сознании Кришны Ты Должен Сам Подниматься Со Вкусом Воспевать Магаларате Проповедовать Отпевать Люди Вот Создай Атмосферу Вот Твоя Обязанность Они Используют Дандру Вот Таким Вот Тоже Можно Праздно Использовать Так Это Тоже Наши Обязанности Если Вы В сознании Кришны Вдохновляют Другие В сознании Вдохновляют Не Заставляют Человека Материалиста Тоже Можно Сказать Что Ты Материалист Корми В ад Пойдешь И все Но Это Некое Давление Это Некое Давление Это Используется Это Знание Такие Знания Тоже Используются Не в форме Давления Не в форме Упрека Не в форме Насилия Знание Знание Не предназначено Для насилия Наоборот На все Как раз Наоборот Если Мы Обладаем Знанием Мы Можем Вдохновить Человека Без Насилия Продвигать Наше Движение И жить Без Насилия Это Искусство Ахимса Как же Жить Без Насилия Тоже Без 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 Ты Избежишь Насилия В сознании Кришны Тоже В сознании Кришны А Не в сознании Кришны Не избежишь Насилия Ты Учимся Вдохновлять Это Знание Любить Кришну Служить Кришну Вот Это Толк Служать Боже Макрад Приснил Свою Движение Через Джай Нанду Прабу Он Его Вспоминает Как Своего Шикшагуру Как он Относился Как он Вдохновлял Делал Колесницу Люди Прохожие Помогали Прохожие Он Подержи Пожалуйста Вдох Я Держал Вдох Вдох Слушай Сколько Я Вдох Доброты На самом деле Принимал С Благодарностью Любовь Попытка Служить Кришну Благодарен Всегда Так Мне Охвалил Я Говорю Что Еще Сделать Надо Ну Ты Потрясающе Конечно Надо Давай Доделаем Все До Конца С Тобой Просто Счастье Работ Он Как Тот Таким Человеком Я видел Сам Люди Даже Прохожие Иногда Помогали Ему Спеша На Работы Все Таким Подавали Могите Инструменты Он Так Умел Создать Такую Атмосферу И Как Он Создал Президент Храма Ну Он Не умел Читать Лекции Хорошо Но Лекции Спали Предного Создал Однажды Он Сам За Основной Лекции Меджет Но До Подъем Он Вставал И И В Туалет И Потому Что Прежде Сейчас Проснуться Это Президент Мыл Туалеты Проснулся Думал Надо Все Подготовить Для Них Они Много Делают Служения Он Всегда Ценил Что Делают Президент Пусть Немного Он Всегда Был Благодарен Однажды Мы Сделали Замечание Все Хорошо Конечно Для Нас Все Хорошо Но Посмотри Как Ты Вы Видишь Ты Президент Представляешь Я С Людьми С С С Возвращая Можешь Течаться Ты Как Это Плохо Дет Не Буду Думать Так О Движении Нужно Хорошо Деваться Кто Сказал Это Он С В Зеркало Под Действительно Кришну Трудно Представлять Плохо Дет Пошел В магазин Думал Я Ж Не могу Тратить На Себя Деньги Храм И Своровал Там Одежду Были на Западе В Европе Есть магазины Одежда Как стадион Ряды Выбираете Можно запутаться И там Легко своровать Он там Запутался Где-то Просто Переоделся Повесил Свою одежду И пошел В новую одежду Ну его В общем Поймали Поймали Его Нашли Прямо На касте Может он Детку забыл Сорвать Ричный Одетый Человек Поймали И тут же Полицию Вызвали Его В кабинет В администрацию Он там Сидел В кабинете Хорошо Одетый Вор Такой Счастливый Знаете Вор Долетоваренный И он Вызвал Вопросы Своим Видом Просто И пока Полиция Приезжала С ним Разговаривал Директор Кто Что Почему Что Тебе Заставило Что Сделать Ну вот Я Президент Храма Олег Лично Знаете Но Он Проповедов Сказывает Что Мы Слушаем Богу Но Мне Неудобно Было Пользоваться Деньгами Храма Все Пожертвования Люди Приносят Чтобы Поддерживать Храм Хорошо А Ну Что Делать Ну Вот Переоделся Все Штырьшник Продежит Да Сказали Так Это Всех Впечатлило Человек Бог Служит Таким образом Гребительным Интересная История Действительно Итак Заинтересовались Он стал приглашать В храм На Радхаятру На Пир Любви Пожалуйста Приходите Тут Полиция Где Вор Нет Простите Ложный Вызов Нет Никакого Вора Ошибка Все Нормально А ты Иди Ищи И выбирай Сколько тебе Нужно Одежды И Уходи Еще Несколько Комплентов Можно Дать Собой Вот То Что Делал Она Дальше Это Первой Святой У нас Восход Давайте Будьте Будем Внимательны К тому Чтобы Не Применять Насилие Ни В какой Форме Ахим Ахим Осознатим Эту Атмосферу Сознания Кришны Время Придет Говорите Мне Сколько Там Последнего Кришна Скажите Пожалуйста Мы Получаем Настапление От Старших Предных Сахри И Привязываемся К ним А есть Отличие Между Привязанностью И Привязанностью Спасибо Если Нужно правильно Привязываться Правильно Привязываться Ну К телу Есть Привязанность Есть Как бы К служению Привязанность Не все Так просто Здесь Конечно Что касается Привязанности Это вопрос Ученик Долгое Время Привязан Именно К телу Духовного Учителя Его Понимание Что К присутствию Гуру Ваш Физическую Как иначе Как иначе Он только Развивая Своё сознание Кришны Он очень Очень Привязан Будет Присутствию Гуру Духовная Привязанность Такова Природа Что Когда мы Лишаемся Этой Возможностью Личного Общения Вапу Духовная Привязанность Усиливается Наоборот Снуется Сильнее Привязанность 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 следует наставлениям только так а потом ученик созревает настолько что он может просто следуя наставлениям быть скоро всегда не физически это развитие сознания кришнах храбата получал наставления от самадхи и рука госвами от самадхи байстан сарасвати он общался получал наставления как вот дети мы замечаем они выходят на улицу и смотрят на дом родители не смотрят мы тут хотим кое-что сделать не смотрят значит можно делать это бабу мне нужно чтобы гуру смотрел присутствовал и я чувствую тогда что мне легко контролировать чувства все присутствует но когда он физически отсутствует я начинаю делать то что что-то странное странное связи с другими иногда могу конфликтовать присутствует я говорю этого не делаю обычно но вот в отсутствии делают но взрослый ребенок ему не нужно взгляд родителя знает отец не хочет еще не буду он мне говорит я помню это лучше ваня это лучше ну через вакуу ваку тоже важно через вакуу ваня развивается через привязанность к присутствию гуру развивается наставлениям сердца я не тогда это успею сейчас живем с духовностью постоянно потому что истинный гуру находится в сердце как параматма он действует от имени гуру гуру от имени параматма а параматма от имени гуру параматма может приходить во сне форме гуру то есть гуру это внешнее проявление параматма это все устраивает параматма вместе с духовным учительным с этим синим слугой это его слуга они вместе как одно целое сначала вы не будете различать где параматма где гуру а позже научитесь понимать как это взаимодействовать сначала будете думать параматма есть гуру а гуру есть параматма неопытный учитель смотрит на гуру как на бога исключительно возможно это и правильно согласны какие-то ошибки нет но это пол слуга говорится но что по-другому что понимаешь это не мая вада он как бог слуга он занимает положение бога для ученика всего лишь на но бог слуга а параматма бог господин и вот они вместе одновременно они отлично едины вы видите со временем если мы следуем доставлением своего духовного учителя что в нашем сердце есть гуру и есть параматма а гуру это милость параматма кришне именно гуру вот эту связь не устроил эту крепкую связь устроил поэтому я никогда не забываю свою гуру это и есть самая связь с богом именно гуру разрубается эти привязанности о которых кришна говорит бхагава длите и гуру приходит разрубает эти привязанности освобождает мои руки ноги духовные мои чувства для служения но как может это сделать обычный человек без санкции сверхдуши ничего не происходит мы знаем гуру может если он удовлетворен служением ученика он имеет эти полномочия просто расположен просто милосердие и кришна исполняет его желание то есть причина этого конечно же кришна и так вани бабу бабу сначала через вагу мы привязываемся понимаем на лучшее потом больше больше мы понимаем ваня и чем больше уходим в ваня тем глубже привязанность тем чище это привязанность а как вот такие вот как я не и Ари Кришна, дорогие предные, сейчас у нас по расписанию будет завтрак, все могут.